Привет, я Аки Цун. На экране Tales of the Black Forest. Сказания о тёмном лесе. Мы продолжаем проходить. Ох, повезло, что крыша не такая высокая. Но мы пробили большую дыру в полу. Рано или поздно эта станция будет заброшена, никто не будет обвинять нас. Кахиро-сан, до прибытия поезда ещё как минимум 10 минут. Давай отдохнём немного. А как она определила? Угу. Вы направляетесь к Курамуари? Да? У меня есть небольшое жилище в городе, которое мне сейчас не нужно. Если вы устали, можете отдохнуть там. Она находится в здании рядом с баскетбольной площадкой. Держи ключ. Спасибо, Томасаки-сан. Получен ключ от жилищей лисы. Пока я здесь, можешь задать любой вопрос про Курамуари. Отвечу на любое. Ага. Угу. Так, любые вопросы о сохранении. Тут что у нас? Покрытое плесенью письмо лежит. Я знаю, что в итоге, правда, вскроется. Моего мужа убили, и всё это возмездие. Но эти неортодоксальные обряды, которые проводятся в деревне, ещё более отвратительны, чем Синри Тенгоку. Я оставлю улики в маленькой коробочке в моём магазине. И надеюсь, что человек, который прочтёт это письмо, раскроет правду общественности. Ух ты. Похоже, что это письмо написала жена Мацуямы. В письме сказано, что культ в деревне Шаконаки более жесток, чем Синри Тенгоку. Имеет ли это отношение к новому божеству, о котором упоминал олень? Получено таинственное письмо. Прикол. Вот это прикол. Театральная труппа Аутория представит классические драмы на сцене в 6 часов вечера в это воскресенье в Курамори Чо Гакидзё. В главной роли знаменитая кинозвезда Андо Мегумиа. 16 октября 1993 года. Хо-хо-хо. Это тебе не хо-хо-хо-хо. Там пролез она опять. Говорит нам. Если кто-нибудь заметит подозрительное лицо. Но... Чё? Несущий неизвестный баллон. Но это то же самое. Сохранение номер 6. Спросить про Курамичу Гакидзё. Прямо напротив места, где я живу. Это театр, построенный в память о чуде Шиконаке. И прошло уже почти 20 лет с момента его открытия. Но несколько лет назад театр начал испытывать трудности из-за экономического кризиса. А в прошлом году, я имею ввиду в 95-м, произошла газовая атака рядом с театром. Которая сильно повлияла на него. Я помню, что газовая атака также произошла в поезде 135 на железнодорожной станции Курамори. Да, эти атаки произошли почти в одно время. Скорее всего, это был своеобразный ответ на газовую атаку в токийском метро Эйдан. Но с сумасшедшими фанатиками. Мне интересны подробности происшествия. Поэтому часто собираю проверенную информацию. В моей квартире есть различные заметки, связанные с этими атаками. Если интересно, можешь почитать их. Ладно. Кихарасан, про что ты бы хотела узнать? Спросить про прошлые деревни Шиконаки. Честно говоря, мне нравится быть окруженной людьми. Потому что я часто ходила в Курамори. Как только научилась ориентироваться. Поэтому я не очень хорошо знаю деревню Шиконаки. Все, что я о ней знаю, это то, что поселение многовековой истории. В эпоху Тайсио она процветала благодаря горнодобывающей промышленности. Но вскоре пришла в упадок из-за войны. После войны деревня Шиконаки начала развивать собственное сельскохозяйство. Выращивание там фрукт и овощ продавались по всей Японии. Особенно их арбузы. Они очень вкусные. Благодаря сельскохозяйственным разработкам Шиконаки снова начала процветать. И этот период в истории деревни называется чудо Шиконаки. Однако из экономического кризиса, начавшегося несколько лет назад, деревня снова пришла в упадок. Тамасаки-сан, ты знаешь, какому божеству поклоняются жители деревни? Ну, кроме Эйко-сама и Синри Тингоку. Кахихара-сан, я не могу ответить на этот вопрос. Ты знаешь, что божества внемлют нашим словам? Мы не можем назвать их по имени, когда захотим. Эйко-сама, доброжелательное божество. И произносить его имя можно в любое время. Но далеко не все божества добрые. Бездумно называя их имена, человек может насылать на себя проклятие, несчастье. Поэтому тебе лучше не знать об этом божестве. Угу. В планах на будущее. Я собираюсь преподавать японский в старшей и средней школе в Токио. А, типа, язык так хорошо выучила? Да ну. Само собой, мне потребовалось много усилий, чтобы получить лицензию учителя. Тамасаки-сан, это правда впечатляет. А, ты можешь навестить меня, если окажешься в Токио. Что хочешь спросить? Да все, в принципе. Вот тяна. Поезд наконец-то прибыл. Токио-сан, голубка, большое спасибо, что сопровождали меня. Голубка, голубь, наверное, надо было. Без вашей помощи я бы навсегда застрял в этих горах. Я буду вечно помнить вашу доброту. Я всегда буду помнить твое стремление к свободе. Отдай нам слезы-то эти. Токио-сан, ты нравишься мне еще больше. Итак, согласно нашей сделке, я должна дать воду Слепого Дождя. Ой, прости, забыла найти контейнер для нее. Тебе не нужен контейнер, достаточно флакона размером с глазные капли. А у меня такой как раз и есть. Кстати, вода Слепого Дождя, это обычная дождевая вода, смешанная с лисими слезами. Ха. Обычно я не плачу, но так как вы рисковали своими жизнями, чтобы мне помочь, я постараюсь выдавить из себя пару слез. Типа, лиси слезы так звенят, что ли? Ну, в общем-то, небольшое количество воды Слепого Дождя получили мы. Спасибо, Атамасаки-сан. Эйка сама точно бы гордилась тобой. Вы пришли сюда спустя два года, и у Эйка сама все хорошо. Он в порядке. Тогда я спокойно. В клане говорили, что все больше людей перестают верить в Эйка сама. Томасаки-сан. С Эйка сама все в порядке. Он тоже надеется, что ты продолжишь стремиться к своей свободе. И не будешь жить в прошлом. А-а-а, Эйка сама это вот тот чувак или чувачиха, чувиха. Вроде бы морского пола. Кто ее наставлял, получается, да? И вот чей череп мы видели в болотах там у дерева. Тогда передай им моей почести Эйка сама, когда встретишься с ним. Да, он ее, Атамасаки-шизу, наставлял в молодости. Что ж, пора идти. Томасаки-сан, ты забыла их. Кого? Они пригодились тебе. Можешь оставить у себя. Кого? Эти часы сильно износились. Но ты все равно их носишь. Они много, значит, для тебя, верно? Да, Эйка сама подарил их на мое пятнадцатилетие. Тогда оставь их у себя. Смотри на них и думай, будто Эйка сама всегда рядом с тобой. Большое тебе спасибо, Кихара-сан. Для меня было огромной честью встретить тебя и Эйка сама. Я не хочу прощаться, но до скорой встречи. До скорой встречи, Атамасаки-сан. Ну, прям. Атамасаки-сан медленно направилась к поезду, избавившись от мирских мыслей и оков. Бэм! День назад я была такой же, как мои сверстники. Сидела в пустом кабинете и делала скучные задания. За столь короткое время я помогла лисе обрести свободу, избежала смертельной опасности и перевернула эту железнодорожную станцию вверх дном. Никогда бы не смогла подобное представить. Я понятия не имею, что кроется в этом глубоком темном лесу. Однако, я хочу идти вперед так решительно, как никогда ранее. Угу. Ну, тут можно обойти. А, нет. Сквозь лебедя пройти, да? Я понял. Лебединая лодка. Ну? А как нам? А, опять лестница. Плотно закреплена на месте ржавой железной цепью. Теперь можно возвращаться. Ага. А тут мы вообще, получается, не выйдем нифига. Мы наконец-то вернулись. Давай поторопимся и найдем этого оленя. Ладно. Так, где наш олень? Вот он. Я принесла в воду слепого дождя. О, правда? Вот она. Немного оно должно хватить. Как ты достала ее? Долгая история. Вкратце мы сходили в место, где проводили лисю свадьбу. А затем произошло много разных событий. Тогда вы, наверное, увидели лису, сбежавшую со свадьбы. Я слышал, клан послал множество лис на поиски Томасаки-сан. Однако никто не смог ее найти. Я слышал отчет Юкая. Он был свидетелем того, как человек, одетый в черное, похитил Томасаки-сан. Он не понял, этот человек был мужчиной или женщиной. А, помните лист, когда мы уплывали на лебединой лодке? Он же, охранник-то, видел нас. И она ему сказала, что, типа, передай, что не вернусь назад. В любом случае, это чудо, что вы смогли принести воду слепого дождя. Однако, я должен кое в чем признаться. Мне жаль, вообще-то этот мост единственный путь к городу Курамори. Других дорог туда просто нету. Я не ожидал, что вы действительно принесете воду слепого дождя. Простите, не стоило мне лгать вам. Ладно, ничего страшного. Мы уже получили воду слепого дождя, так что пускай прошлое останется в прошлом. О, большое спасибо, человек. Человек, звучит странно. Называй меня Кихара Кашин. Точно, Кихара сама. Ваша доброта этого уже достигла одной десятой, а Тейка сама. Вот это комплимент. Я никогда не хвалил людей. Мне просто нужно вылить воду прямо на корни дерева. Да. В последний раз я видел цветущее дерево Томасаки три года назад. Цветы этого дерева не только прекрасны, они еще и слабо светятся. Святятся. Тем самым рассеивая туман и тьму. С тех пор, как Эйка сама начал терять свои силы, он постоянно шептал, как там Томасаки перед деревом. Он надеется, что дерево снова зацветет. Ой, извините, я всегда много говорю, когда думаю об Эйка сама. Сейчас я полью дерево водой слепого дождя. Прекрасно. Как колокольчики на одном из зданий. Айка сама, чего у нее череп такой большой. Это цветок дерева Томасаки. Ага, на бушку упал. Какашка какая-то. Как ожидалось, этому дереву уже ничего не помочь. Может, недостаточно воды? Нет, если даже после половины полива вырос лишь один цветок, это значит, что Эйка сама уже... Мне жаль. Я должен был это предвидеть. Все говорили, Эйка сама уже мертв. Но я не верил. Я убеждал себя, что Эйка сама просто заснул, как обычно. Эйка сама, позвольте мне предложить этот последний цветок вам. Чепонько. Эйка сама, это ваш любимый цветок дерева Томасаки. Цветок, он сияет. Не лоудинг, блин, посередине экрана, блин. Ага, теперь он зацвел. Это цветы Томасаки. Тело Эйка сама расцветает цветами Томасаки. Эйка сама, вы видите это? Ваше любимое дерево вновь зацвело. Вы видите это? Эйка сама все прекрасно видит. Я уверена. Череп, кажется, что-то говорит. Это голос Эйка сама. Эйка сама говорит. Шепот Эйка сама сливается вместе с нежным весенним ветерком. Прошу. Используй мои кости как ступень к свободе. О. Ну и по башке перешли и все, да? Отправился к костяным горам он, оставив за собой цветок красивых бутон. Сказанием о боленьем черепе. Конец. Конец первой главы, ребят. Получается. Всего их три. А что за птица там летает? Стоит ли нам вернуться назад и поговорить? Что олень скажет? Он сроднился с этой землей. Кихара сама, я всегда буду помнить о той помощи, которую вы оказали этой земле. А что насчет меня? Я тоже помогала. И тебе спасибо, кроличий хвост. Что ты собираешься делать? Я навсегда останусь рядом с деревом. Буду рассказывать странникам про Эйка сама и про Кихара сама тоже. Не стоит про меня говорить. Кихара-тян очень застенчиво. Мы направляемся в Кура-море. Прощай. Кихара сама. Вам всегда здесь будут рады. Так. Ну-ка назад. А нам скажут нельзя, да? Другой. Думаю о том письме, которое мы нашли на станции. В нем сказано, что жители деревни проводят не оттродоксальные ритуалы и улики, спрятаны в магазине закусок. Не думаю, что это важно. Кроме того, Кура-море-чо уже рядом. Тем более, Тамасаки-сан сказала не изучать прошлые деревни. Кабая-си сын однажды сказал, что в любом случае, даже если он незначительен, виновата эпоха и общество. Изучение деревни поможет раскрыть тайны Кура-мори-чо-ген-кио-дзе. Ты права. И... Прости, честно говоря, у меня есть свои причины. Все-таки стоит тебе рассказать. На самом деле, мы с семьей жили в Кура-море, пока не исполнилось 8 лет. Вскоре после день рождения мы с мамой попали в аварию. По счастливой случайности мне удалось выжить. После аварии я потеряла все свои воспоминания о времени до 8 лет. Каждый раз, когда я пытаюсь вспомнить то время, когда мне еще и не было 8, темный лес появляется в моем сознании. То, как мы... То, как выглядела моя мама, эти воспоминания скрыты в этом безграничном лесу. Эти вопросы беспокоят меня уже давно, но я знала, что вернусь сюда для... сюда для ради ответов, но не знала, что именно сегодня. Раз мы уже здесь, мне нужно найти ответы. Я уверен, что они закрыты где-то в прошлом Кура-море и Шаконаке. Каритания, знаю, что тебе хочется как можно скорее попасть в Кура-море, поэтому, если ты не хочешь возвращаться в деревню, и хоран, я с тобой до самого конца. Спасибо тебе. Пошли. Слушай, а не зря я вернулся, да? Так, нам нужно... Блин, а что это такое страшное? Там все весело, радужно. А тут все печально и очень... Да, тут закрыты, я помню, ключ, который я нашла в магазине закусок, должен открыть эту дверь. Для использования ключа нет необходимости открывать меню, просто подойдите к нужной двери, нажмите клавишу Z и ключ будет использован автоматически. Открываем. Дверь открылась и ключ разломился на две части. В письме говорилось, что улики спрятаны в коробке. Надо осмотреться и найти ее. Если вам ничего не видно, нажмите А, чтобы использовать фонарик. Ок, вот здесь, да. На полках стоят бутылки, наполненные мутной жидкостью. Товар покрытый пылью. И от нее исходит сильный рыбный запах. Сломанная радио из корпуса радио сочится вода. Открытая пачка с закусками, наполненные водой. Влежат несколько тухлых рыб. Ну, внутри типа, да. Открытая пачка со снеками, скорее всего. Ну, снеки. Сами знаете. Чипсы там, кириешки, кальмары. Это все к снекам относится. Перевели так, как закуски. Ой. Косметику, плакат рекламирующая. Снять плакат? Давай. О, сундук. А, за плакатом есть старый сейф, и он заперт. Это должна быть та самая коробка, о которой говорилось в письме. Надо найти ключ от шкафа. На полках оно тут все то же самое. Старый хлам покрытый пылью. А тут все. Оба-на. Протухшая рыба лежит среди осколков разбитой бутылки. Ой. Кихихара, это место выглядит зловеще. Я вспомнила, что жена Мацуяма утопилась в реке. Каждый уголок пахнет рыбой, и я слышу звук копающей воды. У рыбы есть что-то в брюхе. В животе. Блин, даже кишки наружу вылезли. Эй, не двигайся. Кихаратян, почему ты так умело это делаешь? Я часто готовлю дома, поэтому умею разделывать рыбу. Кихаратян, ты такая способная. Но это все равно отвратительно. Знаю, просто не двигайся, иначе не вини меня, если тебя забрызгивает кровью. Эй, будь аккуратнее. Найдена записка в желудке рыбы. Так. У записки есть строка из маленьких символов. Вода изобилия позволяет расти урожая с невероятной скоростью. Я вылила воду изобилия вместе с предметом, открывающим коробку на грядку. Значит, ключ спрятан в каком-то растении. Так. неужели этот арбуз вырос так быстро из-за воды изобилия? Обладает ли вода изобилия такой силой? Слушай, там внутри арбуза что-то есть. Не знаю, для начала надо посмотреть, что внутри арбуза. Расколбась этого внутри арбуза находится алая мякоть, а в ней спрятан совершенно новый медный ключ. ведь бы окислилась уже. Странная какая-то фигня. Как он оказался внутри арбуза там? Вероятно, ключ был спрятан в косточке во время цветения, а когда арбуз вырос, ключ оказался внутри мякоть. Да, дичь какая-то. Говорят, что мужчины в деревне Шиконаки, которые были отправлены на передовую во время войны, любили использовать этот метод для передачи секретной информации. А, посмотрим, откроется ли он шкаф. Смотри, как расколбасил арбуз, блин, капец. Прошлая деревня Шиконаки божество и не ортодоксальные обряды, о которых никто не расскажет. Правда, передо мной стоит только открыть дверцу. Я даже надеялась, вдруг внутри есть еще что-то. Воспоминания до восьми лет, смерть моей мамы и причина, почему отец уехал из Куромори. Я сделала глубокий вдох и приготовилась узнать всю правду. А там ничего нету. Что не так? Здесь много писем, но они все промокли и сгнили. Я не могу и слово разобрать. Не переживаю, может мы найдем зацепки в городе? Ага. Правда, которая была так близко, тюминутно испарилась. Судя по письмам, секреты деревни Шиканаки вновь скрыты в темном лесу. Как всегда. Блин. Панкона эти. А в школу мы никак не попадем. Может назад сходить? Тут вот это ходило. Как ее? Призрак. ну, как ушла. Что курица скажет? Матсуяма Масау, ваш хозяин? Так. У ваш хозяина было несколько друзей? Может увидеться с ними? Можете увидеться с ними? Друзья Матсуяма, Матсуяма. Они живут рядом с деревянным мостом в конце деревни. Сможете сами добраться сюда? Могу. Спасибо. В смысле за за друзья Матсуямы. А что там за друзья были? Пугало что ли? Или она про оленя и череп? Матсуяма. 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 деревья внуши канаки внезапно раздаются нескончаемые крики боли. Это все твоя вина. Что за дичь? капец да как меняется происходящее вокруг нас атмосфера белка там птички спокойно прошли а кстати а где курица там а вот она бегает ну ка давай поговорим друзья мацем мацуямы хорошие спасибо кажется она повеселела так смысле курица тебе там здесь есть хотели они ну ладно махом фонарь покрытым махом ладно может мне уже какую-то ачивку дали просто ачивки не всплывая здесь меню стимовская не открывается почему-то на табличке вывешено объявление шиканаки мура будет снесена к концу следующего года для строительства водохранилища жители просят держаться подальше август 1997 комитет по безопасности курамори чо ох 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 ребят и на этой ноте мы сохраняемся и продолжим в следующий раз ну пока что пока что все интересно и сюжет интересная пиксель арт мне нравится у многих сочетается словосочетание rpg maker rpg maker со словом на букву г но не всегда но так а это игра сделана rpg maker мвм так и вот еще раз спасибо группе переводчиков синтекс у микрофона был кецунеку еще услышимся джаны пока пока музыка шикарная мвм рэй мвм бог мвм и